Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Всем привет, это телерадиоканал Страна.ФМ. Друзья, добро пожаловать в программу «Лучшее в стране» в эфирной студии Роман Шахов, Валерия Майорова и у нас уже гость. Долгожданный гость Игорь Панин, член Всемирной Академии Трюка, вице-президент Федерации Исторического Фехтования России, президент Федерации Экстремальных Видов Спорта, вице-президент Международной Академии Трюка, руководитель объединения каскадеров, мастер, ну и сам, естественно, тоже каскадер. Сам, да, я. Здорово-здорово-здорово. Ура. Очень рады видеть. Ну, я так понимаю, что там погода практически экстремальная. Приходилось какие-то каскадерские свои навыки применять, чтобы преодолеть всю эту стихию и прийти к нам. Да нормально все, все хорошо. Пробки еруда. Так, сегодня у нас первый день весны. Это значит... С весной вас всех. Люди, с вас весной. Вот, мы хотели поговорить о таком праздновании, о таком празднике, как Масленица, который, естественно, будем отмечать. И вы подготовили что-то очень интересное. Да. И мы подготовили Масленицу, нашу каскадерскую, настоящую, называется Серебряный блин. Она с приколами, с примочками, что какие-то плохие дядьки хотят продать землю, которую Алла Борисовна приготовила для дедочек-сирот, чтобы они там танцами, хореографией занимались. А они хотят это все продать. Ну, пришел Соловей-разбойник, нас доблестный Джигурда, и победил, естественно, всех злодеев. И там, когда они хоть и приехали на всяких, там, позвали жену Трампу Миланью, чтобы она защитила этих злодеев, которые казино хотели построить в центре Москвы. Но ничего не помогло, потому что Джигурда, у него полно патронов. И он как бы никто, никакие американские машины, потому что у него есть волшебный огненный танк, на котором он, естественно, может победить все американские бигфуты. И потом приедут огненные шаромоты, которые каскадеры в шаре горят, шар горит, и они огнем, горящая масленица прогонят зиму, и будем все вместе весну встречать. Друзья, это не сон Игоря, нет, это абсолютно реальные события, которые 3 марта случатся в парке киноприключений. Там совершенно блестящий состав, но хочется узнать, а сколько человек вообще задействовано? Ну, где-то порядка 90. 90 человек. И какой возраст? Там ведь и дети тоже? Ну, обязательно, потому что у нас школа каскадеров, и у них как бы это масленица, это их дебютная работа, они играют мелкие роли, кто-то там хлопушкой хлопает, кто-то какие-то легкие трюки делает, горение, кто-то вот в шаре ездит, у нас в шаре будет ездить мальчик, ему 12 лет. На мотоцикле? На мотоцикле, конечно, да. Они будут ездить втроем одновременно, а потом будет даже вчетвером. Вот, ну и как бы любые, нам возраст нипочем. Нет, с одной стороны возраст нипочем, а с другой стороны у вас, ну, достаточно опасная профессия, да? И когда дети приходят в школу каскадеров, что вы говорите их родителям? Ничего не можем гарантировать, там как пойдет? На самом деле не так. Профессия, да, даже Станиславский в свое время говорил, что артист – это ремесло. Ну, каскадер – это вдвойне ремесло, это тебе надо точить, точить болванки, оттачивать, оттачивать свое умение. Если ты будешь реальный профессионал, если ты будешь постоянно тренироваться, подготавливаться, готовиться, понимать откуда, что и как происходит, ничего опасного на самом деле в этом нет. Там футбол, хоккей, даже там токаря на заводах гораздо опаснее, чем каскадер. Просто надо правильно подходить к работе. Как бы есть сериал романтики, да, бывает очень много вещей, но если ты профессионал и все очень профессионально делаешь, очень тщательно подходишь к исполнению трюка, все 100% безопасно. Значит, у нас в 12 и в 15 два представления, 3 марта. И давайте посмотрим, у нас есть небольшой анонсик, фрагментик того, что может быть… Поехали. Будет анонсик. Видимо, пока готовится у нас материал, я хотела спросить, а вот подготовка-подготовка к этому мероприятию, сколько вы готовились? И были ли у вас такие репетиции, которые делились на конкретно, то есть не всех, собирали 90 человек, а там по 30 человек, и были какие-то прогоны, когда совсем все люди приходили, и все это от начала до конца? Да, у нас прогоны идут по сей день, и самый последний прогон будет 2-го числа завтра. Сегодня будут генеральные репетиции с танками, с бигфутами, с мотоциклами. Обязательно, без этого не бывает. Ну, естественно, правильно ты говоришь, сначала идет читка, как в театре, сначала они проходят ножками в спортзалах, там разговаривают, как чего, а потом уже выходят на улицу, начинаются репетиции на улице, одна команда, другая команда, потом техника репетирует, а сама без людей, потом техника с людьми уже репетирует, потом, естественно, генеральные прогоны, все естественно. Слушай, практически Голливуд, вот так вот можно фильм снять. Да, практически, есть Голливуд, только наш. Итак, смотрим, что у нас на видео. Мастер Панин, да, поехали. О, какие машины, с какими колесами. Это БТР, розовый. Ну, да. Нормально. У вас такое есть, вот прям в вашем артенале? Да, обязательно, но как же. В фильме Бундерчука был розовый танк, а у нас розовый БТР. Так, что это? Люди горят на работе. Это горящий тоннель, в него будут люди прыгать на большой скорости. Это самая крепкая девятка, да? Нет, там это... А, это вот злодеи самые приехали на розовый БТР. Да, 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 да. Это ленд-крузер. Это вообще такой танк колесный. А вот у нас на двух колесах машинки ездят. Тоже персонажи. Я так понимаю, несмотря на то, что весна, Дед Мороз тоже примет участие. Ну, в какой-то степени, да. Мы его прогоним. Потом. Да, да, да. Ой, вот это как опасно. Все трюки с огнем. А потом вот катаем всех на печке Емеля, да. Емеля там участвуют. Не-не, у нас печка Емеля, мы всех катаем на печке Емеля, на Бигфуте. Так что у нас большая такая раусная программа, развлекухи, конкурсы, блины, лазиня на столб. Там можно сапоги настоящие получить и женские, и мужские. Слушайте, какие фотки классные, да, на этой печке получаются. Это же вот просто где такую фактуру найти для Инстаграма, а? Это Баба Яга у нас такая на мотоцикле прыгает. Такая колоритная, всем нравится, очень любит Баба Ягу. А Баба Яга это женщина или переодетый мужчина, скажите мне честно? Ну, не скажу, это секрет. Ну, ну, хорошо. Останется секрет. Попытка не пытка. У нас девочка есть, четырехкратная чемпионка России Света Хасанова, она по мотокроссу. Чемпионка России по мотокроссу. А, ну, мы не будем говорить, что это она. Скажи, сам ты принимаешь участие? Ну, я, да, я все-таки как режиссер. Конечно. Я режиссирую, ставлю. Еще я хочу сказать, что 3 марта, у меня день рождения. А мы знаем. Да. Поэтому, как бы, будет еще куча приколов и призов. То есть день рождения у вас, а подарки будут получать те, кто к вам пришел? Да, да, да. К тому у нас там будут всякие викторины, специально посвященные моему дню рождения. И кто будет угадывать, тебе будут получать еще призы. Они будут и в 12, и в 15 получать. Конечно. Вот, отлично, друзья, приходите. Билеты в интернете смотрим. Билеты еще есть? Полно. Ну, не полно, но есть. Все. У нас есть еще один ролик. Давай еще посмотрим, что там. Так. Это прошлогодний, да, получается? Да. Летающие квадроциклы. Класс, какой красивый танк. Да, представляет снежная королева на нем. Снежная королева на нем. У нас злых подограли. Это, кстати, мой сын хлопал. Да? Да. Вот как у нас весело. Ну, там так быстро кадр промелькнул. Даже не могу сказать про сходство. Но не важно. Ну, самое главное, что мы обозначили. Главное, что радостный и хлопал. А вообще, какая аудитория обычно приходит? То есть, я так понимаю, что дети, естественно, они в восторге. Но каких возрастов? Ну, в основном у нас шести лет. Просто, конечно, трех лет он может посмотреть, но я боюсь, не поймет там все, что происходит. А вот шести лет – самый их возраст. Потому что много техники, на чем покататься, можно где по чего полазить. А потом с нашими персонажами фотографироваться, посидеть на танке, можно залезть в люк. Там, ну, короче, от шести лет и старше, и даже и пятнадцатилетним, потому что у нас такие взрослые трюки, им тоже нравятся. И люди горят, и сальто на мотоцикле делают, и танки ездят прямо перед носом быстро-быстро. Так что будет интересно всем, кому есть шесть лет, приходите, и родителям будет здорово, потому что такие монологи у нас прикольные. Вы все узнаете наших любимых персонажей, которые вы в жизни встречаете, наших творцов из России. И, думаю, кого-то полюбите, кому-то помашите ручкой. За сколько до начала приходить? За полчаса? Ну, как минимум за полчаса, потому что надо все равно развлечься, разогреться. Будет чем, да? Да, поиграть, полазить, покататься обязательно. И все это входит в стоимость билета, все это бесплатно. Приходите, будет все для вас. Друзья, у нас сейчас маленькая пауза, после этого мы продолжим общение с Игорем. Лучшее в стране. На телерадио-канале Страна.ФМ. Друзья, Игорь Панин, мастер в гостях у нас. Да, мы ждем Масленицу. Вот, она случится 3 марта, но... Подожди, подожди. Вот, кроме того, прежде чем мы перейдем, мы должны обязательно всем рассказать, потому что я тоже сидела, думаю, а где, где, где все произойдет, где? В парке киноприключений. Рядом с Мосфильмом. Второй Сетуньский проезд, дом 3. Парк киноприключений. Забивайте в интернете, смотрите, приезжайте. Одевайтесь потеплее. Кто не потеплее, у нас такие пледики будут. Так что всем будет весело. И самое главное, у нас будет много движухи, движника, там, побегать, полазить, покататься. Чай горячий будет? Блины, чай, там, всякие шурмишки вкусные, вкусные всякие хачапури, там, в общем, все будет вкусное, вкусное, тоже все. И, кстати, много-много движника. И давайте еще скажем, что аж с 2001 года, совсем скоро будет крупное юбилея этого мероприятия. Да, 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 масленицу проводим, да. И каждый год по-разному. Каждый год обязательно по-разному. Новые трюки, новые риски, новые приколы, новая техника. Вот, хорошо. Ну, а теперь, друзья, апрель, 20 число. Игорь, что там будет? Гонки на выживание, я возрождаю. Помните, как в 90-е бились гонщики, все там гонялись, все звезды ездили. Якубович, Ермольник, даже Рязанов ездил. Ну, короче, куча-куча. Ширвиндт, куча звезд ездила в гонках на выживание. Если кто помнит, и у нас будут ездить здесь звезды. И самое главное, это будет реальное дерби, круче, чем в Америке. Короткая трасса, всего лишь 250 метров, все на глазах у зрителей. Сплошной крэш. И в конце финалисты заезжают на ринг. Четыре финалиста в ринге, и кто из них, кого из ринга выкинет. И тот будет победитель. Репетиции уже идут вовсю, да? Да, тренировки, тренировки идут вовсю, техника готовится. И еще будет, что прикольное, у нас еще будут машины-препятствия. У нас поедет машина Бигфут, которая будет всем мешать ездить. И кто не понравится, кто будет лениво отставать, выкидывать с трассы. Потом будет ездить еще специальная машина-трамплин, машина-монстр, тоже самое. На нее будут взлетать и через нее перелетать. Открываю секреты, и даже кто-то взорвется в воздухе, и весь горящий будет летать. Так что много наших каскадерских примочек. Приходи. 20 апреля. Гонки на выживание в новом формате. Давайте-ка посмотрим, как это вообще бывает. Внимание на экран. Внимание на экран. Какие-то они сплошные аварии там. Ну, это такое, как бы, нарезка из фоток. Сделано специально просто... О, какой грузовик! Это крас? Да, у нас будет гонка грузовиков. Я забыл добавить, у нас еще будет гонка грузовиков. Там, правда, небольшой завес, всего пять машин будет участвовать. Но когда грузовики... Тоже большие, там, пяти хватит. Да, 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 там. В общем, веселуха по полной. Так, ну я так понимаю, что это на более старшую аудиторию рассчитано. Потому что... Да не, почему? Шестилетним тоже в кассу. Тоже в автоке, да? Конечно, болеть. Еще есть за кого болеть. У нас будут там гонщики, будут герои. Ты можешь себе выбрать любого героя, за него болеть. И он будет побеждать. Ты будешь радоваться. Ты будешь победитель в душе. А потом автограф-сессии и фотосессии предусмотрены? Обязательно, конечно. Автограф-сессии. У нас везде, на Масленицу и на всех наших праздниках, на шоу-каскадерах у нас и автограф-сессии, фотосессии, все чего угодно. Приходите, даже и катаем кого-то, и покатать они могут, и в машинах посидеть. Пришла информация, что есть еще одно видео. Смотрим. Давайте посмотрим. Вот, тут видео, тут прям гоняют. Тут прям бьются даже, бьются. Какие бедные машины, посмотрите. Мечта сервисмена, друзья. Тут работы. А реально ведь на выживание получается, что машина после этого, она как? Она все, она одноразовая? Ну, почти. Ее, конечно, тяжело восстанавливать, но хватает на 2-3 гонки в основном. Слушай, а как туда машины попадают? Ну, как, у нас есть специальные технические требования, тех положений, тех комиссии. Она смотрит, чтобы было безопасно для гонщика, и все. Остальное почти любой автомобиль можешь взять и вперед, и на гонке, на бойню. То есть, любой автолюбитель, у которого есть... Права. Права и автомобиль, который не так жалко. Да, да, да. Можно приехать. Да, ну, там должна быть защищена клетка стоять, чтобы... Ну, конечно, кресло, наверное, специально. Ну, да, самое главное, клетка, чтобы до тебя, при всем случае, с тебя будут долбить, да, чтобы до тебя все-таки не достали. А вы помогаете эту клетку сделать, если он... Ну, если без проблем, там недорого стоит, мы, если чего надо, можем полностью подготовить автомобиль и даже предоставить автомобиль. А получить можете вот в таком экстреме? Обязательно. У нас есть специальные тренировки, у нас есть даже курс открыли, мы гонки на выживание, так что все желающие могут приезжать, тренироваться, пробовать, учиться и гонять. Игорь, вот ты говоришь звезды в этом сезоне, 20 апреля. Будут обязательно, сейчас я не хочу раскрывать, кто, да, но будут обязательно звезды, очень-очень популярные звезды, очень известные, казалось бы, которые не должны были поехать, вроде, потому что у них другое амплуа, но они поедут в гонках на выживание, будут даже поп-певцы, да, больше скажу. На меня показал, значит, певицы. Певицы тоже будут, ну, может быть, не в первой гонке, но будут просто, как бы уже есть же желающие, но мы не можем всех звезд уже в один заезд запустить. Вот, и как бы, в общем, будет весело. Такого крэша Москва давно не видела. А я вот так краем уха услышала, что это событие, у него был достаточно долгий перерыв, да? Да. Почему было принято решение вернуться к нему опять? Да потому что я решил, что пора. Сколько можно? Уже все созрели, уже публика созрела, все хотят, всем надо, все соскучились по гонкам на выживание, настоящего дерби России не хватает. И вот оно, скоро, 20 апреля, не пропусти. Опять же, в том же парке. Да, парк киноприключений, второй Сетуньский проезд, дом 3, рядом с Мосфильмом, приезжай, смотри в интернете, заходи, Шкрепость каскадеров, Мастер Панин парк, как угодно его называют. Мы ждем всех, и участников, и любителей, и болельщиков, такое чума. Первое будет супер. Друзья, пока вы заходите в интернет и смотрите все про парк киноприключений, мы сделаем маленькую паузу, ну а потом вернемся. Дамы и господа, мы продолжаем. Игорь Панин по-прежнему в гостях у теле-радиоканала «Страна.ФМ». Напомню, руководитель объединения каскадеров «Мастерка». Это уже большая организация по численности и по времени существования. Ну, тоже с 93-го года. Так что уже тоже 20-го. Юбилейчик отгуляли? Да, юбилейчик в том году мы отгуляли, и как раз там приехали все друзья, артисты наши, народные, заслуженные, молодые, которые нас поздравляли, мы там с ними со всеми прикалывали. А вы же помогаете всегда сделать кино настоящим таким временем? Ну и кино, шоу, и вообще, как бы, тусим иногда вместе, вместе праздники проводим, так что все здорово. Давайте посмотрим, что у нас есть из видео на тему юбилея. Ой, как много народа! Нормально. Владимир Епифанцев, Никита Джигурда. Правильно? Да-да-да, сейчас полезут на танк и будут показывать свое некое действие. Это кто в маске? Епифанцев на танке. Нет, это кого они подобьют и кто сгорит. Это, кстати, сербы. Приехали наши друзья из Сербии на 25-летие. Приехали из Ирана, из Франции, из Англии у нас. Контактируете, да, с каскадерами? Обязательно, да. Они приехали за свой счет, чтобы поздравить майстер с 25-летием и показать свои трюки. Было ли слышно за голодом, за голосом Никиты Джигурды, как работает двигатель танка? Нет, когда говорит Никита, танки молчат. Я предполагал. Ой, как хорошо. Счастливый Игорь, да, видим. Да-да-да, ну и они должны как бы добавить свою фишечку. Никита встал сначала за Вовкой, потом понял, что если он взял что-то на плечо, оттуда может что-то полететь. И сделал шаг в сторону. Вот они делают поздравления. Это гарнатомет? Да, ему дают гарнатомет. Он прикидывает. Это идет поздравление о нас. Вот, и как бы потом он смотрит, что вроде кто-то приехал на площадку, и ему мешает, и не дает им высказаться. И они же должны что-то сейчас произвести. А ты знал, что произведут или... Ну, как же. Режиссер! Ты считаешь, можно с танка выстрелить с мухи? Не знаю, не знаю. Поиздавать машину с людьми. А вдруг такое... Вдруг случайно. Сюрприз. Сюрприз, да. Это сюрприз, может быть, на премиум УЗ-ТВ. Так, что они будут дальше делать? Вот, показывают, как вот как раз случайно, что вот эта случайность, как произошла, когда... Это сербы готовят как раз каскадеров, которых... Это специальная экипировка, да? Ну да, мы просто как бы кухню изнутри показываем, что вот это вроде как случайно выехала машинка, но машинка... Там подготовленные люди в ней сидят, намазанные почему-то, как ни странно, чтобы получше гореть. Я думала, наоборот, может, чтобы не горели. Не-не, чтобы получше гореть, чтобы побыстрее загорелись, получше горели. Потому что при определенных взрывах человек может сразу не загореться. Никита заклинание произносит такое-то. Да-да-да-да. Ну, Никита, да, у него все... У него все приветствия в виде такой песни, в виде такого... Или заклинание, да, еще лучше сказать. Я думаю, зритель слышит, там есть фонограмма. Ну и, наконец, финальную точку должны поставить. Так, огонь пошел! Ну, танк, да, у него из огня. Вот поехала машина. Вроде как случайная машинка выехала на поляну, которая вроде как мешает, мешает Джигурде и Епифанцеву нас поздравлять. Ну, и они, недолго думая, недолго думая, берут, да, стыдно... Ой! Страна ФМ, я смотрю. Да-да-да-да-да-да-да. Да, и, конечно, страна ФМ как бы у них. И вот они взорвали машинку. Машинка взорвалась, загорелась. Оттуда горящие сербы, наши друзья и француз. И бегают, бегают, их никто не тушит. Да, один француз, один серб. Ну, как, они же должны хоть немножко погореть, чтобы видно было красиво. Видишь, лежит, отжимается, прыгает, горит. Это какая стрессоустойчивость, да? Потому что люди, ну, вот вообще такие стихии, вода, огонь. Обычный человек, он паникует, а это просто, ну, горит. Да-да-да, он поджимался, показал, все как весело. А вот есть какое-то тестирование, да, ну, я не знаю, психологическое, чтобы понять, может человек быть каскадером? Ну, или вообще никак, не судьба? Ну, это время. Это все время. У нас приходят, мы берем всех. В нашу школу каскадеров-мастер, мы берем всех. Все приходят, мы берем, а сама жизнь показывает. Ну, как правило, все-таки они смотрят друг на друга, крепнут духом, крепнут, понимая философию, понимая, что это все-таки ремесло, что это просто тренировки, тренировки, тренировки. Потушили. Да, и так таковой, как бы, страх-то, он здесь особо это не нужен. Конечно, есть, перебороть надо что-то внутри, но там супер такого страха не надо. Набор, скажи, идет в какое-то время, в какой-то месяц. Да, да, да. В октябре, свой, с августа по октябрь мы набираем, и с первого октября у нас начинаются занятия. Всех милости просим в школу каскадеров-мастер. Можете заходить в интернет, смотреть и записываться. Скажите, пожалуйста, а вот международный фестиваль профессиональных каскадеров «Прометей», он когда проходит? Он проходит летом, но он проходит раз в два года. Так что не каждый год, потому что это дорого, это надо, чтобы со всего мира съехались люди с 12, с 15 стран приезжают, они участвуют, они борются между собой, показывают, придумывают какие-то трюки. Мы делаем им обеспечение, смотрим, чтобы все было безопасно, чтобы все было аккуратно, чтобы не было никаких нюансов. И побеждает сильнейший. Ну, это что, дает ему какой-то... Призы дают? Да, грамоту. Если они на все участники, у нас с 10 стран приехали участники, из Ирана, из Франции, которые приезжают к нам на фестиваль каскадеров, а потом вот приехали за свой счет, чтобы нас поздравить с юбилеем. Поэтому я думаю, что это дает. Круто. Так, получается, именно «Прометей» в 19-м году пропускаем мы. Готовимся. Но зато у нас совсем скоро масленицы, к которым я опять предлагаю вернуться. Прям вкратце, для тех, кто только что присоединился, рассказать, какое там великолепие. Где? Во сколько? Да, у нас в крепости каскадеров, парке киноприключений, мастер-панин-парк. Все это одно и то же. Набирайте в интернете, приходите. У нас будет чудо каскадерской маслицы «Соловей-разбойник» по фильму господина Ахлобыстева. Так что там его же персонажи, только главный персонаж у нас в образе Никиты Джигурды. И прям сам Джигурда, можно сказать, озвучен его голосом. И прям, если кто-то хочет приехать Никиту посмотреть, приезжайте. Прям не пожалеете. Короче, будет такая движуха, конкурсы, катание на печке Емеля, на Бигфуте, развлекухи. Ну и, естественно, наше каскадерское шоу, где сальто делают мотоциклы, машины все прыгают, ездят. Дети в шаре на мотоцикле. Дети в шаре на мотоцикле, в огненном шаре даже на мотоцикле. Это 3 марта. Да, и восьмиметровую масленицу сожгем. Чудо. И блинов поесть, и всего вкусненького 3 марта ждем. На мою днюху. Да, приходите, поздравляйте Игоря с днем рождения. Вы поздравляете, а он вам еще дополнительные конкурсы и подарки. Вот это я хотела напомнить. Огромное вам спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Вы все так ярко рассказали. Уже вот мои ролики посмотрели. Как-то визуально я это все представила. Спасибо вам за вашу фантазию, за вашу смелость, за ваших воспитанников. И, друзья, все приходите обязательно на Чудо-масленицу. У нас в студии был Игорь Мастерпанин, я скажу так. Великий каскадер, человек-легенда. И там много-много всяких регалий. Ребята, погуглите. Просто этого человека нужно знать в лицо и, собственно говоря, наизусть все регалии. Человек и пароход, короче. Именно так. С наступающей масленицей и днюхой. Да, и вас также с праздниками, с весной, ребята. Спасибо. Игорь Панин, браво. Люди, всех вас с весной. Приходите, Чума. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Лучшие в стране.